МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стас, у меня твое плохое настроение, и я от тебя ухожу. Да, похоже, Стас, и тут ты. Стас, а что тебя долбасит так? Да я с энергетикой переборщил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Братишка мне вчера устроил истерику. Просил высыпать кубики. Я ему высыпала. А он говорит, не те кубики. Но я спрашиваю, какие. А он мне отвечает, кубики с пресса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серёг, скажи, как рассчитать площадь квадрата в окружности? Блин, ну это очень сложный вопрос. Я тебе так сразу и не отвечу. А как же тогда мне проще сделать шесть квадратиков в одной окружности? Это как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 8,7, 8,8, 8,9, 8,10, 8,11. Так, 8,11. Ты мне ничего с мотивацией не перепутала? Да нет, я не перепутала. 8,12, 8,12, 8,12, 8,12, 8,12, 8,12, 8,12, 8,12. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Максим, умение прощать это качество настоящих мужчин. То есть ты пропустила месяц, и ещё раз жалобить меня хочешь, да? Иди по хайбе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренер, ну не ругай меня, пожалуйста, я пропустила. Ну ничего страшного, везде есть свои плюсы. Зато теперь ты будешь хорошо слышать. Да? Почему? Теперь у нас ушки и здесь, и здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тренер сказал, что если убрать соль с диету, то будешь худеть. А если музыканты уберут в песно соль, то что, музыка будет диетическая? Наверное, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, как живот убрать. Сейчас, подожди. Ну как, сработало? Да. Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спорт мотивирует людей даже после самых тяжелых жизненных ситуаций. Предлагаю в этом убедиться. Виктор Коновалов, несмотря на фамилию и русских родителей, является коренным американцем. Его спортивная карьера началась именно в США. И здесь же чуть было не оборвалась. Он был перспективным мотогонщиком. И во время очередных соревнований попал в жуткую аварию, которая закончилась для него переломом позвоночника. И на всю оставшуюся жизнь приковала парня к инвалидной коляске. Чтобы хоть как-то быть причастным к спортивному образу жизни и держать в тонусе верхнюю часть тела, Виктор Коновалов начал посещать тренажерный зал. Первые же тренировки пробудили в нем, казалось бы, навсегда утраченный спортивный дух. А дальнейшие занятия по-настоящему вернули интерес к жизни и показали, что с такой целеустремленностью и мышечным прогрессом обычными любительскими тренировками дело не ограничится. В итоге Виктор стал заниматься бодибилдингом профессионально. А теперь возвращаемся к тренировке. Макс, видишь, как ты меня девочке смотрит? А ты мыться не пробовал? Нет. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Али, а у тебя вообще слух-то есть? Я из тебя как-то слышу. Ага. Тренер, можете поговорить с мамой, что компьютер полезен? Нет, это не честно. Я так не могу. Ну, тогда я поговорю с учительом патологии, когда вы решили. Саня, что стоишь? Иди пресс качай. Это не пресс. Это пучок нервов. Ну, иди нервы качай. Нервами на работе качай. Тренер, тренер, у меня есть ровно пять минут на тренировке. Пять минут? Так, окей, все, начинаем. Сейчас будет первая часть. Закрывай глаза. Представляй, что ты тренируешься усердно. Вот ты уже худеешь, стройнеешь. Так, все, тренировка закончена. Открывай глаза. Да, это была первая часть. Сейчас будет вторая. Какая? Так, где мои ножницы? Сейчас мы тебе лишнее просто опрячем. Нет, не надо, на первый закончим. Кристин, вот скажи, я же симпатичная девушка. Да, конечно, красивая. А если я буду иметь красивую фигуру, то это больше шансов найти олигарха? Конечно. А, ну все, я тогда пошла пахать. Я к ней им деньги зарабатываю. Это как, троги еще поешь? Ну, вроде того, но не совсем так. Я тогда пришла, спела, мне дали деньги, говорю, одно, то главное, то больше не помню. Слышал, у тебя новый парень. Хачок, говорят. Да. Ну и как он? Ну как, все по-правильному. Питаемся только рис, куриная грудка, пять раз в день. Спим по восемь часов. А вот интима у нас нет. Он говорит, нельзя на нее тратить. Привет, давай знакомиться. Да ну нафиг. Семь. Субтитры сделал DimaTorzok